Здравствуйте! На прошлом занятии мы решали уравнение теплопроводности на полупрямой и убедились в том, что решение такой задачи можно свести к решению задачи напрямой. Уравнение теплопроводности напрямой мы решали тоже до этого. Уравнение колебаний мало чем на самом деле отличается от уравнения теплопроводности, и его тоже можно решать примерно такими же методами. Сегодня мы рассмотрим уравнение колебаний напрямой. Прежде чем мы будем решать задачу для неоднородного уравнения колебаний, сначала рассмотрим однородное уравнение колебаний, более простой случай. Значит, у нас есть прямая х, и мы решаем задачу на всей прямой. Неизвестная функция у зависит от х и от t, удовлетворяет на всей прямой однородному уравнению колебаний. Вторая производная у по t равняется а квадрат на вторую производную у по х. Неоднородности пока что здесь нету. Это выполняется на всей прямой при всех t больше нуля. Граничного условия нет, потому что нет границы, но есть начальное условие. Поскольку по t это уравнение второго порядка, то ставится два начальных условия. У при t равном нулю равняется φ от х, известная функция, на всей прямой. И производная у по t при t равном нулю тоже известная функция от х, ψ от х, на всей прямой. Условия на бесконечности мы не будем здесь ставить, потому что если его не ставить, все равно задача будет иметь единственное решение, в чем мы далее убедимся. Здесь можно дополнительного условия не ставить. Таким свойством обладает уравнение колебаний, что единственность будет и без дополнительного условия. Тогда можно решать такую задачу так же, как мы решали уравнение цепопроводности на прямой, то есть сделать преобразование в фурье. После преобразования в фурье для фурье-образа функции u получится задача каши для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. Эта задача каши, конечно, решается. И потом делается обратное преобразование в фурье, получается решение исходной задачи. Так можно делать, так же, как и для уравнения цепопроводности. Но для разнообразия мы сейчас рассмотрим другой метод. Называется метод распространяющихся волн. Он годится только для однородного уравнения колебаний. Для неоднородного он не годится. Значит, он годится только для однородного уравнения колебаний. На прямой. Ну, не только на прямой, но мы начнем в случае прямой. Дело в том, что уравнение колебаний на прямой мы можем решить, мы можем найти его общее решение. И даже не в виде ряда, а в более простом виде. Найдем общее решение однородного уравнения колебаний на прямой, а потом поставим общее решение в начальное условие и выделим единственное решение. Вот такая идея. Сначала найдем общее решение уравнения колебаний на прямой. То есть сначала забудем про начальное условие, рассмотрим просто уравнение колебаний. Можно сделать замену переменных, чтобы это уравнение упросить. Оно упрощается с помощью следующей замены. Перейдем к новым переменным. Кси это по следующим формулам. Кси равняется х минус АТ. Это равняется х плюс АТ. Здесь А мы считаем положительной константой. Тогда выразим производные по старым переменам, хТ через производные по новым переменам. Мы здесь перешли от старых переменных хТ к новым переменным кси это. Тогда производные УПТ. Мы считаем, что у нас теперь функция У зависит от переменных кси это. А они в свою очередь являются функциями х и т, которые выписаны выше. Тогда мы находим производную по Т как производную сложной функции. Получается, производная УПА кси умножить на производную кси по Т плюс производная УПА это умножить на производную это по Т. Производная кси по Т, как мы видим, это минус А. производная кси по Т это плюс А. Аналогично. вторая производная УПА находится как производная от первой производной. Первая производная найдена. Подставляем ее сюда, и мы считаем, что теперь У опять же зависит от кси это, которая в свою очередь зависит от хТ. Так, и . Это мы дифференцируем по t, опять же, как сложную функцию. Получается, минус а на производную у 2 раза по кси, умножить на кси по t. Минус а на производную у по кси это, умножить на это по t. Минус а на производную у по кси это, умножить на кси по t. Минус а на производную у по это это, умножить на это по t. Мы подставляем кси по t минус а, это по t плюс а. Получается, здесь а квадрат у кси кси минус а квадрат у кси это. И еще одно слагаемое отсюда, такое же будет. И еще плюс а квадрат на у 2 производная по это. Аналогично находим у по х. Это производная по х от функции у, которая зависит от кси, это, которая зависит от хт. Получается, у по кси на кси по t плюс у по это, не по t, извините, по х. Теперь по х не дифференцируем. Плюс у по это на это по х. Кси по х это единица, это по х тоже единица. Вторая производная у по х. Это производная от первой производной. Первую производную подставляем. И считаем, что здесь функция у опять зависит от кси это, которая зависит от хт. Дифференцируем по х. Получается, у 2 производная по кси умножить на кси по х. Плюс у производная по кси это умножить на это по х. Плюс у производная по кси это умножить на кси по х. Кси по х единице, это по х единице. В итоге получается у 2 производная по кси плюс удвоенная у производная по кси это плюс 2 производная у по это. Подставляем все это в исходное уравнение, уравнение колебаний. Поставим найденные 2 производные. В левой части стоит вторая производная у по Т. Она у нас вот такая получилась. В правой части а квадрат на вторую производную у по х. Соподставляем. И теперь видим, что у нас здесь кое-что сократится. Сокращается вторая производная у по кси. Вторая производная у поэта. Теперь перенесем все в правую часть. У нас будет 4а квадрат на смешанную производную у по кси это. Все это равно 0. Коэффициент а у нас положительный, не равен 0. Значит, сократив на 4а квадрат, мы получим у по кси это равно 0. Так что уравнение колебаний сводится к такому более простому уравнению. Его легко решить. Здесь мы ищем функцию у как функцию двух переменок кси это. Проинтегрируем левую и правую часть уравнения поэта. У нас получится у по кси. А в правой части будет константа. Но эта константа относительно это, потому что мы интегрируем поэта. Относительно это константа. Относительно кси может быть функция. Поэтому напишем f1 с волной от кси. Это произвольная функция от переменной кси. Еще раз проинтегрируем. Теперь уже по кси левую и правую часть. В левой части получим у. В правой части неопределенный интеграл от f1 с волной от кси. Под кси. Он с точностью до константы определяется. И вот эта константа будет относительно кси. Относительно это она может быть функцией. Обозначим ее f2 от это. Первообразная от произвольной функции от кси тоже есть произвольная функция от кси. Обозначим ее f1 уже без волны. Окончательно получим, что у от кси это равняется f1 от кси плюс f2 от это. Где f1 и f2 произвольные функции, но они должны быть достаточно гладкие. Потому что когда мы перейдем к исходным переменам, запишем теперь в исходных переменах, f1 от кси будет равняться f1 от кси. кси это х минус а т плюс f2 от это. Это х плюс а т. И вот такая функция должна удовлетворять уравнению колебаний, в котором стоят вторые производные по х и по t. Тогда функции f1 и f2 должны иметь непрерывные вторые производные. В остальном они произвольные. Это мы получаем общее решение в равнении колебаний на прямой. f1 и f2 это произвольная функция, которая имеет непрерывные вторые производные на всей прямой. Это функция одной переменной. Функция u, функция двух переменных. Если поставить функцию u в таком виде в уравнении колебаний, то можно убедиться, что оно обращается в тождество. Значит, это действительно решение, и любое решение уравнения колебаний, как мы показали, представляется в таком виде. Значит, это общее решение. Что собой представляет это общее решение? Какой у него геометрический смысл? Первая функция сохраняет постоянное значение, если х равняется минус ат. Это значит, что с возрастанием t постоянное значение функции будет иметь в точках х, равных ат. А вторая функция будет иметь постоянное значение в точках х, равных минус ат, плюс константа. Это соответствует тому, что есть две волны, которые распространяются вдоль оси х со скоростью а. Давайте нарисуем график функции u. В некоторый момент времени это сумма двух функций f1 и f2, например, при t, равном 0. f1 это х плюс f2 это х. Изобразим схематически эти функции f1 и f2 в виде таких треугольничков. Это в начальный момент времени. Пусть это будет график функции f1. Это график функции f2 при t, равном 0. Теперь, если t будет увеличиваться, то функция f1 будет иметь такие же значения, как при t, равном 0, и f2 уже в точках, которые будут сдвинуты вправо на ат. То есть при каком-то положительном t мы получим такой же треугольничек, но сдвинуты вправо на ат. Значит, вот этот треугольничек, он едет вправо со скоростью а. Это при каком-то положительном t, тоже f1. А f2, наоборот, поедет влево, тоже со скоростью а. А функция u – это сумма двух функций f1 и f2. А они, каждая сама по себе, будет двигаться влево или вправо, не меняя форму. График этой функции не меняет форму. Тогда получается, что распространяются две волны. Правая волна f1 и левая волна f2. А функция u – это суперпозиция двух таких волн. Поэтому метод называется метод распространяющихся волн, потому что мы общее решение уравнения колебаний представляем в виде суммы двух волн – левой и правой. В частности, если изначально f1 было слева и f2 справа, они будут ехать навстречу друг другу, в какой-то момент времени они будут накладываться. И график функции u будет являться суммой этих двух графиков. Такое тоже возможно. И, в конце концов, они уедут куда-то на бесконечность. Если в начальный момент времени f1 и f2 были отличны от нуля в какой-то конечной области, то дальше они уедут на бесконечность. Значит, вот такой вид имеет общее решение уравнения колебаний на прямой. В двумерном и трехмерном случае можно получить аналогичную формулу. Теперь, поскольку у нас не просто уравнение колебаний, у нас есть еще и начальное условие, то мы вот это общее решение уравнения колебаний, которое мы нашли, подставляем в начальное условие и определяем конкретные функции f1 и f2. Значит, чтобы найти f1 и f2, подставим общее решение уравнение колебаний. Начальное условие. Значит, я еще раз напишу, что функция u от xt это у нас f1 от x минус at плюс f2 от x плюс at. начальное условие у нас в начальное условие у нас есть у при t, равном нулю, равно φ от x. Подставляем сюда t, равное нулю, получается f1 от x плюс f2 от x. Это равно φ от x. Второе начальное условие у по t при t, равном нулю, равно ψ от x. Находим у по t, подставляем t, равное нулю. Дифференцируем f1, вылезает множитель минуса, производная f1 от x минус at, потом подставляем t, равное нулю, получается просто аргумент x. Аналогично здесь получается плюс a на f2 от x. Это равно f от x. А это у нас константа, напоминаю. Теперь второе равенство можно проинтегрировать по x. Либо можно первое равенство продифференцировать по x, но это хуже, потому что от функции φ мы не требуем, чтобы она была дифференцирована, чтобы у нее была производна. Требуем только, чтобы она была непрерывна. Поэтому лучше проинтегрировать второе равенство. Получится связь, опять же, между f1 и f2. И у нас тогда в итоге будет система из двух уравнений, из которых мы найдем f1 и f2. Значит, проинтегрируем по x второе равенство. Проинтегрируем последнее равенство. А для определенности мы здесь возьмем не определенный интеграл по x, а определенный интеграл. проинтегрируем последнее равенство по сегменту от 0 до x. Тогда в левой части напишем минус а f1 от x плюс а f2 от x. Еще будут минус значения в нуле. Перенесем в правую часть. В правую часть напишем интеграл от 0 до x, от x, от x, от x, от x, а все остальное обозначим через преизвольную константу. Константы — это, получается, значения вот этих функций f1 и f2 в нуле. Мы их не знаем. Пусть это будет констант. Вот такое у нас получается равенство. Добавим сюда еще равенство из первого начального условия. f1 от x плюс f2 от x равняется φ от x. Можно теперь поделить на а первое равенство. Давайте это сделаем. Да, здесь напишем единицу на а перед интегралом. Ну, константу поделим на а, получится новая константа. Оставим ее в виде c. И будем рассматривать теперь это как систему из двух уравнений, из которой нужно найти φ1 от x, φ2 от x. Это легко сделать. Если мы сложим эти два уравнения, у нас φ1 от x уйдет. Будет в левой части 2 φ2 от x. Поделим на 2 и найдем φ2 от x. f2 от x. f2 от x получается 1 вторая φ от x плюс 1 на 2а интеграл от 0 до x. Пси от x плюс c пополам. Чтобы найти φ1, мы должны вычесть из второго уравнения первое. Тогда φ2 уйдет. В левой части будет 2f1 от x. Делим на 2, находим φ1 от x. Получается 1 вторая φ от x минус 1 на 2а интеграл от 0 до x. Пси от x минус ц пополам. А теперь находим функцию у от x. Смотрите, у нас функции f1 и f2 определились из начальных условий, но с точностью до константы. А теперь подставляем выражение для функции у. Общее решение уравнения колебаний, найденное f1 и f2. И получаем решение начальной задачи для уравнения колебаний на прямой. у от x, t получается равно f1 от x минус а, t плюс f2 от x плюс а, t. Подставляем сюда f1 и f2. f1 подставляем. Получается 1 вторая φ от x минус а, t минус 1 на 2а интеграл от 0 до x минус а, t, от x плюс а, t минус c минус f2. Плюс f2 плюс 1 вторая на φ от x плюс а, t плюс 1 на 2а интеграл от 0 до x плюс а, t. под интегралом Пси от Кси до Кси и еще минус, плюс, точнее, С пополам. В итоге константа сокращается, и мы можем объединить два интеграла в один и записать окончательный ответ. У от Хт равно Фи от Х минус Ат плюс Фи от Х плюс Ат делить на 2 плюс единица на 2А интеграл от Х минус Ат до Х плюс Ат Си от Кси до Кси. Ну, поскольку А величина положительная, то тоже, то здесь нижний предел интегрирования получается меньше верхнюю. Вот такая в итоге у нас получилась формула. Эта формула называется формула Даламбера. Она дает решение начальной задачи для уравнения колебаний на прямой. Если известна конкретная функция Фи и Пси, то по этой формуле мы находим решение задачи. Таким образом, эта задача решена. Мы решили, напоминаю, вот эту задачу. Уравнение колебаний на прямой. Два начальных условия. Уравнение однородное. Для однородного уравнения колебаний можно найти общее решение в виде суммы правой волны и левой волны. А конкретные функции Ф1 и Ф2 находятся в изначальных условиях. Теперь. Можно в двумерном, в трехмерном случае попробовать получить аналогичную формулу. Но мы не будем этого делать. А мы рассмотрим теперь неоднородное уравнение колебаний на прямой. Рассмотрим начальную задачу для неоднородного уравнения колебаний на прямой. Мы по-прежнему решаем задачу на всей вещественной оси. На ней должно выполняться уравнение колебаний. У это функция текстэ. И теперь уравнение неоднородное. Ставится два начальных условия. Теперь пару слов по поводу единственности решения. Вот мы в предыдущем случае для однородного уравнения колебаний получили, что любое решение начальной задачи на прямой представляется в таком виде. Это значит, что решение единственное. Других решений нет. Потому что любое решение представляется в таком виде. Поэтому здесь для уравнения колебаний на прямой мы не ставим дополнительные условия на бесконечности. Потому что решение и так получается единственное. То же самое для неоднородного уравнения колебаний. Мы тоже получим конкретную формулу для решения такой задачи. Из этого будет следовать, что решение единственное. Поэтому здесь тоже дополнительных условий на бесконечности не нужно ставить, потому что решение и так единственное. Так что постановка задачи будет такая. Эта задача имеет единственное классическое решение. Нужно его найти. Теперь уравнение колебаний неоднородное. Мы не можем найти его общее решение, что мешает вот этой функции f. Если она произвольная, то общее решение мы здесь не можем получить. Тогда мы можем решать эту задачу с помощью преобразования Fourier. Так же, как для уравнения теплопроводности на прямой. Получим решение. Это один способ. Но есть другой способ, который именно для уравнения колебаний годится. Для уравнения теплопроводности такого способа не было. Рассмотрим его. Это называется метод интегрирования по фазовой плоскости. Фазовая плоскость — это плоскость с координатами xt. Изобразим ее. В виде прямоугольной системы координат берем xt. x у нас здесь принимает все вещественные значения, а t мы считаем неотрицательным. Тогда на оси абсцисс задана функция u. Мы знаем, что она равна φ от х, когда t равно 0. Также известна ее производная по t. На всей оси абсцисс мы знаем производную u по t. Рассмотрим теперь на фазовой плоскости произвольную точку, в которой t не равно 0. Пусть это будет точка m. Она имеет координаты x0, t0. Попробуем выразить значение функции u в точке m через данные нам функции φ, ψ, φ. Когда мы решали однородное уравнение колебаний на прямой, мы получили общее решение однородного уравнения колебаний в виде суммы правой и левой волны. Правая волна f1 двигается вправо вдоль прямой, левая волна двигается влево, при этом не меняется форма. Как была в начальный момент форма у этих функций f1 и f2, так она сохраняется. Единственное, только графики этих функций будут ехать вправо или влево, соответственно, со скоростью a. Тогда правая волна f1 принимает постоянное значение в точках, где x плюс at равняется константе. На фазовой плоскости x минус at равняется константе, x плюс at равняется константе – это уравнение прямых. Эти прямые называются характеристиками. x минус at равняется c1, допустим, одна константа, x плюс at равняется c2, другая константа. На фазовой плоскости – это две прямые, которые называются характеристиками. Характеристики уравнения колебаний однородного. Изобразим две такие характеристики, которые проходят через точку m. x минус at будет выглядеть вот так. x плюс at будет выглядеть вот так. x плюс к- x плюс ч Robot х Характеристики пересекают ось абсцисс. В некоторых точках обозначим их L, N. Это будет L, это будет N. Какие координаты они имеют? Вот, точка L лежит на характеристике х-ат равно c1, и здесь t равно 0, поэтому х равняется c1, поэтому точка L имеет координаты c1, 0. А налогично, точка N будет иметь координаты c2, 0. Просмотрим на фазовой плоскости треугольник M, L, N. Его граница представляет собой замкнутый контур, состоящий из трех отрезков M, L, N и N, M. Мы можем теперь записать неоднородное уравнение колебаний. Оно будет выполняться во всех точках на фазовой плоскости. Лежащих в верхней полуплоскости, не включая ось абсцисс. Оно выполняется при всех положительных t, при всех вещественных х, то есть во всей верхней полуплоскости. Перенесем а2 ухх левую часть. В правой части останется функция f. И возьмем двойной интеграл от правой и левой части этого равенства по треугольнику M, L, N. Двойной интеграл по треугольнику M, L, N. От левой части от левой части от левой части. Вот такое равенство будет справедливо для любого такого треугольника M, L, N на фазовой плоскости. Теперь преобразуем интегралы с помощью формулы Грина. Если у нас на плоскости есть замкнутый кусочный гладкий контур C, мы берем по этому контуру в положительном направлении криволинейный интеграл второго рода P, D, X плюс Q, D, T. Здесь у нас вместо Y теперь координата T. То такой интеграл будет равен двойному интегралу по области G, лежащий внутри контура C, от DQ по DX минус DP по DT. DX, DT. Где функции P и Q должны быть непрерывные, иметь непрерывные вот эти производные в замкнутой области G. Применим эту формулу к двойному интегралу в левой части полученного равенства. Двойной интеграл по формуле Грина сведем к криволинейному интегралу по границе треугольника, которая должна обходиться в положительном направлении, то есть против часовой стрелки. Рассмотрим вот этот двойной интеграл по треугольнику MLN. И будем считать, что здесь у нас первое слагаемое это минус DP по DT А второе слагаемое вместе с минусом это DQ по DX Тогда подынтегральное выражение будет иметь такой же вид, как в правой части формулы Грина. Но при этом получается, что в качестве функции P мы можем взять минус U по T В качестве функции Q можно взять минус A квадрат U по X Тогда левая часть формулы Грина имеет следующий вид Это криволинейный интеграл по границе треугольника MLN в положительном направлении PDX плюс QDT То есть минус U по T TX минус A квадрат U по X DT Вот таким образом мы можем этот интеграл преобразовать Граница треугольника MLN состоит из трех отрезков По каждому из них вычислим интеграл отдельно Напишем интеграл по ML В соответствующем направлении ML у нас проходится направление от M к L под интегральное выражение плюс интеграл по отрезку LN от точки L к точке N плюс интеграл по NM Теперь вычислям отдельно каждый из этих интегралов Отрезок ML это отрезок характеристики TX минус AT равняется C1 Это значит что DX равняется A на DT Значит вот это вот DX это A на DT А DT в свою очередь это DX поделить на A Аналогично Аналогично вторая характеристика у нас NM на ней X плюс AT равняется константе значит DX равняется минус ADT Вот это есть минус ADT А DT в свою очередь можно написать как минус DX поделить на A Далее Далее в интеграле по отрезку LN здесь здесь T равно 0 значит DT тоже равно 0 это будет 0 А U по T при T при T равном 0 задается в начальном условии это F от X значит значит вот это здесь F от X значит вот это здесь F от X U по T это Psi от X напишем что тогда получится с первого интеграла вынесем минус и вынесем A Встанется интеграл по ML от U по T DT плюс U по X DX это полный дифференциал под интегралом стоит полный дифференциал значит интеграл не зависит от пути интегрирования а зависит от начальной и конечной точки дифференциал здесь берется от функции U под интегралом стоит DU аналогично с отрезком NM здесь тоже мы можем вынести плюс A интеграл по NM под интегралом будет стоять тоже U по T DT плюс U по X DX под интегралом тоже DU вот этот интеграл по LN превращается в интеграл от Psi от X со знаком минус причем в каких пределах здесь X меняется от C1 до C2 все от X до X теперь вычисляю первые два интеграла поскольку под интегралом стоит полный дифференциал то значение интеграла будет равно разности значения функции U в конечной и начальной точке получается минус A на U в точке L плюс A на U в точке M минус A на U в точке N и еще последний интеграл он остается теперь смотрим чему равно значение функции U в этих точках U в точке L а в точке L T равно 0 тогда U находится из начального условия это будет φ от X а X здесь в точке L равно C1 значит U в точке L это φ от C1 получается минус A на φ от C1 дальше U в точке M M имеет координаты X0, T0 это будет U от X0, T0 и здесь два одинаковых слограммах поэтому здесь множитель 2 U в точке N будет равно φ от C2 из начального условия и последний интеграл остается это мы преобразовали интеграл стоящий в левой части этой формулы интеграл по треугольнику на фазовой плоскости от U дважды по T минус A квадрат у дважды по X теперь вычислим интеграл который стоит в правой части по треугольнику MLN от FXT рассмотрим его его мы просто сведем к повторному интегралу потому что функцию F мы не знаем точно мы этот интеграл не посчитаем интеграл по треугольнику сводим к повторному интегралу вот у нас такой треугольник внешний интеграл сделаем по T T здесь будет меняться от 0 до T0 по DT и внутренний интеграл будет по Dx в каких пределах смотрим на картинку при фиксированном значении T x будет меняться от его значения на левой характеристике до его значения на правой характеристике на левой характеристике x равняется C1 плюс AT а на правой x равняется C2 минус AT что получается пределы интегрирования от C1 плюс AT до C2 минус AT теперь приравниваем выражение которое мы получили выше к выражению которое мы получили сейчас значит вот это у нас левая часть пишем все что здесь получилось минус А на Фи от C1 плюс 2А на У от x0 T0 минус А на Фи от C2 минус интеграл от C1 до C2 все от x до x в правой части повторный интеграл отсюда находим у от x 0 до 0 И это все остальное переносим в правую часть, делим на 2а. У нас получается φ от С1 плюс φ от С2 делить на 2 плюс единицы на 2а интеграл от С1 до С2, φ от Х до Х плюс единицы на 2а интеграл от 0 до Т0 до Т, интеграл от С1 плюс АТ до С2 минус АТ, f от ХТ до Х. Теперь вместо Х0 и Т0 напишем просто ХТ, потому что это произвольная точка на фазовой плоскости. Переменную интегрирование тогда тоже переобозначим. Вместо ДХ будем ДКС писать, вместо ДТ будем писать ДТАУ. С1 и С2 определяем, выражаем их через Х0, Т0. У нас получается, что точка с координатами Х0 и Т0 удовлетворяет уравнению первой характеристики и второй характеристики. Значит, С1 получается Х0 минус АТ0, С2 это Х0 плюс АТ0. С1, значит, это у нас Х0 минус АТ0, а С2 это Х0 плюс АТ0. И тогда получим окончательный ответ. У от ХТ равняется ФИ от Х0 минус АТ0 плюс ФИ от Х0 плюс АТ0 пополам Плюс 1 на 2А интеграл от Х0 минус АТ0 до Х0 плюс АТ0. Пси от Х0 минус АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1. Множить на Т1 минус АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1 плюс АТ1. под интегралом f код кси тау д кси. Вот это у нас формула. Позволяет найти значение функции u в любой положительный момент времени для любого вещественного х, для любой точки на фазовой плоскости. Мы видим, что значение функции u выражается через заданную функцию f кси f. Значит, любое решение начальной задачи для уравнения колебаний неоднородного представляется в таком виде. И наоборот, если подставить это выражение, можно убедиться в том, что уравнение колебаний будет выполняться, и начальные условия тоже будут выполняться. Значит, это и есть решение исходной задачи. И поэтому решение исходной задачи единственное, потому что любое ее решение представляется в таком конкретном виде. Поэтому дополнительные условия на бесконечности там не ставятся, потому что решение всегда получается единственным. Можно заметить, что когда f тождественно равно 0, получается формула Даламбера. Это будет в случае, когда уравнение колебаний однородно. Формулу Даламбера мы уже получили ранее другим способом. Вот таким образом мы получили решение для неоднородного уравнения колебаний на прямой с начальными условиями. Начальная задача для уравнения колебаний на прямой. Мы ее решили. Теперь для конкретных функций φ, ψ, φ можно посчитать эти интегралы и получится ответ. Тогда следующая задача – это задача для уравнения колебаний на полупрямой. Так же, как для уравнения теплопроводности, сначала решается задача с однородными ограниченными условиями, потом с неоднородными. Здесь тоже можно свести с помощью продолжения на всю прямую задачу к задаче на прямой. Аналогично, как для уравнения теплопроводности. И задачи для уравнения колебаний на полупрямой мы рассмотрим на следующем занятии. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok